Здравия! 13 ролик на канале и мы продолжаем рассматривать криптомонеты. В этот раз топ 60. Топ опять немного перемешался, руна закарабкалась на 49 место. Перестаю предсказывать иксы, графики один на другой похожи, понятно, что на фоне роста биткоина что-то будет, но как сильно уже загадка. Больше похоже, что проекты уже выдаили и они каким-то чудом не укатались в дно до сих пор. 49 место. TronChain. Протокол для обмена криптомонет между различными сетями. Токен используется для управления платформой. На 68% выпущена, эмиссия ограниченная. Разлоки и вестинги закончены в этом году. График вялый, на мой взгляд все эти обменники чушь на постном масле. Ну зачем мне одну скамину на другую между сетями обменивать, когда есть биржи, на которых можно все это купить и продать. 52 место. Multiverse X. Если коротко, то они хотят сделать быстрый протокол за счет шардинга, то есть разделение блокчейна на части. И там еще куча всего до интернета вещей. Вестинги закончились, эмиссия ограничена, на 83% выпущена. График грустный. 53 место. USDD. Стейблкоин, имитируемый TronDAO. Избыточно обеспечен резервами в виде ряда криптовалют, биткоина, эфириума и трона. Стабильности монете не хватает, судя по графику. 54 место. XDC Network. Ранее HINFIN Network. Неограниченная эмиссия, график с камины, зачем это существует, непонятно. 55 место. Tezos. Блокчейн-сеть, основанная на смарт-контрактах. Монеты все выпущены, график печальный. 56 место. Axe Infinity. Онлайн-игра на блокчейне. У проекта Вестинги по 2026 год. На 52% выпущена. Чую падение курса на фоне вялого графика. К тому же игра умеет устаревать за несколько лет. 57 место. EOS. Криптовалюта блокчейна EOCO. Вот к чему неограниченная эмиссия приводит. Плюс здесь явно фонды разгрузились на хомяках, заработав своих сын с пресейла. График с камины. 58 место. Sandbox. Виртуальный мир на основе блокчейна, которым пользователи могут создавать, собирать, покупать, продавать цифровые активы, как в игре. График грустный, но есть такой момент, что метавселенные могут начать пиарить, если не найдут тему поинтереснее. Например, искусственный интеллект. Чат GPT нынче модная тема, хоть и туповатая. 59 место. Teta Network. Сеть на основе блокчейна предназначена для передачи потокового видео. В дно еще не закаталась, видимо есть минимальный спрос. Или удерживают курс. Еще один грустный график. У меня такое впечатление, что я одну и ту же монету смотрю постоянно. 60 место. Decentraland. Еще одна метавселенная, или как они пишут, платформа виртуальной реальности на базе блокчейна Ethereum, которая позволяет пользователям создавать, обслуживать и монетизировать контент и приложения. В этой виртуальной реальности пользователи покупают земельные участки, по которым они могут позже перемещаться, строить на них и монетизировать их. График, как и предыдущий, стремится к дну, но еще не укатался. Под конец прошлого цикла собирались раскручивать все эти метавселенные, но биткоин пошел вниз. Чисто технически, делать 3D модели, реальных вещей и продавать в игре, коммерсанты не пойдут на это. Слишком большие затраты. Плюс то, что у них там получилось, это была гора лагов. Разработка качественных игр очень дорогая штука. Так что метавселенные могут попереть, только если их усиленно начнут раскручивать. Чисто технически, будущего здесь нет. Ставь лайк, подписывайся на канал, предложение следует. И добро пожаловать в мое приватное крипто-сообщество. Подробнее по кнопке поддержать на сайте Движка в Сен-Ру. Ссылка есть в описании под роликом. Всем добра, здоровья, процедания и денег. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok